Члены парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам потребовали от компании экспортеров орехов вернуться к закупочной цене 2016 года, отметив, что в последние годы цена на орехи была искусственно занижена. Глава комиссии Игорь Мунтиан уточнил, что в результате расследования, проведённого парламентской комиссией, было установлено, что в последние годы закупочные цены на орехи были занижены на 50%, а объём экспорта резко сократился. «У компании экспортеров орехов есть 48 часов, чтобы вернуться к старым ценам. Я жду быстрой реакции, чтобы мы не обращались в совет по конкуренции для решения этого вопроса. В противном случае ситуация будет расценена как картельный сговор. В последнее время сельхозпроизводители в отчаянии вырубают свои плантации, потому что есть несколько компаний, аффилированных бывшей власти, которые создали монополию на экспорт орехов. А государственная налоговая служба душила проверками экспортеров, которые платили больше за килограмм ядра. Были изъяты тысячи тонн орехов и задержаны несколько человек. Многие компании были ликвидированы, а дела до сих пор рассматриваются судами. Компании, которые закупали ядро у физических лиц, были обязаны доказывать происхождение ореха». В июле этого года цена на орехи попала в поле зрения правительства. И была создана межправительственная комиссия, которая должна была выяснить законность ограничения доступа экономических операторов к экспорту орехов. Члены комиссии должны предложить решение по демонополизации данного рынка и выдвинуть правительству предложение по либерализации экспорта орехов и их производных. Глава Союза ассоциации производителя ореха Лектор Сына сообщил, что в этом году объём урожая орехов достигнет 36-38 тысяч тонн и будет больше, чем в 2018 году. Он также добавил, что ядро грецких орехов будет более высокого качества, чем годом ранее.